Кого я бесконечно, безмерно уважаю и доверяю нас 100%. Спасибо большое. Как я дошел до жизни такой? А, сетевой бизнес. Кто это такие? Второе, за что их не любят? Все наши проблемы в жизни связаны с тем, что у нас в голове сидит два человека. Это нормально, это не раздвоение личности. У тебя как дело? Отвратительно и начинает, а у меня еще хуже. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Ну а откуда возникла тема МЛМ как профессия, отвечу. Да, зарплата низкая, но я столько всего добился. А это? Жулики знают психологию лучше, чем мы. А причина неудачи одна. Одна. У него в глазах доллары, доллары, доллары. Самый лучший допинг – это успех. И говорит, все-все-все, я же уже золотой. Эти люди в первую очередь должны прийти. Начинаем изучать сетевой бизнес как профессию. До встречи на курсе МЛМ как профессия. Да, спасибо. Давайте знакомиться для начала. Вадим Воловик. Кто? Давай профессиональные регалии. Ну, собственно говоря, регалии же не определяют человека. Ну хорошо, формально. Значит, доктор психологии. Международный бизнес-тренер. В общем-то, каждое из этих определений под собой уже имеет некоторую глубину. Значит, насчет первого определения – психология. Это действительно то наука и то направление, которым я занимаюсь всю свою жизнь. И у меня в свое время, когда я занимался и выступал и общался с профессионалами, с учеными, возникло очень любопытное в душе состояние. Вот мы общаемся с коллегами, с учителями, с другими людьми, со студентами. Я много лет общался. И всегда у меня волновал один и тот же вопрос. Мы разговариваем определенными терминами, как в любой науке. Мы решаем какие-то серьезные задачи. А вот людям вокруг нас, которые не имеют специальной подготовки, нужны наши знания, нужны наши наработки, очень нужны. Но, к сожалению, я сталкивался с тем, что когда выходят к моей коллеге на вот эту широкую аудиторию, они говорят по-режнему терминами, они уходят в дебри науки. И люди отключаются, потому что, ну да, это все, наверное, где-то интересно, но не наше. И для себя я принял такое решение. Его, кстати, не все поддерживали. Что, в общем-то, психология это то, что необходимо абсолютно всем, без исключения. Более того, меня знаешь, что больше всего, ну, тогда потрясло. Мы в школе даже изучаем огромное количество предметов, которые потом, когда мы вырастаем, нам абсолютно не нужны. Ну, я столько глубоко, и ты тоже учил физику, химию. А вот тот предмет, та тема, которая нам нужна ежесекундно, ежечасно, это как общаться с людьми, как самим собой решать вопросы. Она не изучается. Чаще всего, самим собой даже. И я пошел, и я пошел, как говорят, в народ. И старался заниматься, вот это слово не очень, популяризацией. То есть, показать, как можно психологические знания, наработки, которые уже в мире достаточно широко известны, использовать в реальной жизни. Вот так я стал, скажем так, публичным лектором, публичным преподавателем, а не для узкого круга. Потом появилось, это было еще недавно, потом появилось вот это пришедшее к нам слово тренер. Собственно говоря, разница небольшая, разница только в том, что если лектор пытается знания только дать, то вот на тренере лежит дополнительная нагрузка. Это не просто знания, а отработать какие-то приемы, навыки. Потом появилось слово бизнес-тренер, когда у нас появилось понятие бизнес, когда не просто тренироваться вообще для чего-то, а для того, чтобы конкретно преуспеть в реальной бизнесе, в реальной работе. Ну а слово международное появилось, когда меня стали приглашать в разные страны, это уже наш шарик превратился в маленький мячик, и уже границ не стало. Ну и появилось вот этот международный бизнес-тренер. Вот, собственно, и все. Все регалии, регалий других не имею. Я могу так сказать, то есть я очень критичный сам по себе человек, то есть в первую очередь может к себе. Ты единственный из психологов, у меня про психологов свое было отношение, к которому я бесконечно, безмерно уважаю и доверяю на 100%. Спасибо большое, мне это очень приятно. Для всей моей критичности, именно 100% доверие к тебе, потому что это профессионализм твой меня восхищает. Как ты общаешься с людьми, как ты ведешь свои тренинги, какие результаты после твоих тренингов. Скажи, пожалуйста, вот я сразу к делу переведу. Мне очень важен твой курс MLM как профессия, потому что я сейчас вижу такую ситуацию информационных потоков уйма. Если раньше нам было легко, я приехал в регион, провел тренинги, обучение, и все, моя команда работает по моей методике. Сейчас же я провел обучение, тренинги, тут же через 5 минут они зашли в соцсети, еще куда-то получили какие-то рассылки, и все, каша в голове. Вадим, вопрос следующий. Скажи, пожалуйста. Вот твой курс MLM как профессия. Какую цель он имеет? Что люди получат на выходе? Услышал. Ну тогда буквально пару слов, как я дошел до жизни такой. Да, хорошо. Сейчас объясню, это очень любопытная вещь. Дело в том, что, и я долго над этим думал, я могу объяснить, почему так случилось, но вначале скажу, что произошло. Не для тебя, в первую очередь, не секрет, не для меня, что, к сожалению, будем говорить мягко, у достаточно большой части населения, особенно нашей страны, отношение к этим трем буквам MLM, ну, мягко говоря, не самое радушное. И, к сожалению, приходится слышать, а-а-а, сетевой бизнес, ну, и дальше начинается вот эта выставленная рука. И я, честно говоря, был среди этих людей. Ну, как-то я тоже был на уровне стереотипов, это очень давно было. И мне казалось, что нет-нет-нет, это какие-то странные люди, мне они неприятны, а тем более еще был снобизм. Я интеллигент, я университетский профессор, я не опущусь до этого. И как-то очень коротко в моей жизни произошел случай. Я преподаватель, плюс я занимаюсь, конечно же, своей деятельностью, веду тренинги, семинары. И меня пригласили в одну компанию проводить семинар. И я пришел и буквально через несколько минут увидел, что это вот эти самые сетевики. Ты себе не представляешь, до какой степени я был возмущен. Мне казалось, что если я сейчас буду начну с ними общаться, я буду заклемен на всю жизнь. Это же страшные люди. А было это очень давно, это был 89-й год, я подчеркиваю это. И, ну, доработать надо, нельзя же людей обижать, нельзя. Я вышел с занятий какой-то весь потрясенный. И дальше надо идти дальше, потому что это было не одноразовый тренинг, а это был целый курс. И я решил разобраться. Вот для меня стало принципиальным. Первый вопрос. Есть, кто это такие? И второе, за что их не любят? Вот этих самых сетевиков. 89-й год литературы нет. Интернета, по сути, еще как такового нет. А где брать? Я по библиотекам, я по книгам. И через какое-то время я сделал, ну, я считаю, открытие. Для меня оно во многом предопределило и мою дальнейшую судьбу. Открытие следующее. Вот я начал с того, что я считаю, что психологию надо преподавать чуть ли не с нуля и всем. А, собственно говоря, для обычного человека, что такое психология? Психология – это наука о решении двух задач. Или практика, которая решает две задачи. Первое – как договориться человеку с самим собой. И очень многие этой формулы не очень понимают, что это значит. А я объясню. Все наши проблемы в жизни связаны с тем, что у нас в голове сидит два человека. Это нормально, это не раздвоение личности. Один из которых, допустим, говорит там, будильник прозвенел, надо вставать. Второй говорит, да не надо, давай еще поспим. А первый говорит, ну, опоздаем, ну, и опоздаем. Но будут проблемы, да бог с ними. И вот эти два человека, этот диалог в голове, он определяет, встанем мы или не встанем. Опоздаем мы или не опоздаем. Примем мы решение, правильное или нет. Если эти два человека в голове договориться не могут, ох, начинаются у человека проблемы. Раздрай. Начинаются проблемы депрессивного характера, раздражение. Значит, психология-то знает, как договориться. Но ведь психология учит, и как с утра встать, и как принять решение, и как избавиться от влияния на тебя, чтобы ты сам принимал свои решения. Значит, надо идти и рассказывать людям, как договариваться с самим собой. Ну, во всяком случае, то, что наработала психология. И вторая задача. Уже маленький ребенок, самый маленький ребенок, кричит. Ну, мы же все знаем, мы родители. Что делает классическая мама? А, и начинает его трясти. Подожди, чего ты его трясешь? Он тебе пытается на своем языке сообщить о своих проблемах. А ты даже не пытаешься эти проблемы проанализировать. Ну, он пытается с тобой договориться. Ну, внимательно посмотри. Даже если у тебя первенец и нет опыта. Ну, может быть, у него что-то волнует? Да, конечно. Так выясни, что. Потом ребенок растет. Ему надо уметь договариваться с родителями. Не получается. Ему надо договариваться с верстниками. Опять конфликты. Наконец, надо договариваться с противоположным полом. А это вообще катастрофа. Это вообще люди с разных, как известно, планет. Я вообще считаю, что со вселенных. И я всю психологию тогда для себя свел к решению всего двух задач. Как договориться с самим собой и как договориться с другими людьми. И когда я это записал на бумаге, на следующем листе бумаги я написал три буквы. М, Л, М. И вдруг меня осенило. Вот поверишь, буквально было состояние. Так, а МЛМ это что? А МЛМ это решение, опять-таки, двух всего задач. Договорись с собой. Прими решение. Определись, кто ты и для чего ты. Сам ты в этой жизни решаешь все. Или за тебя решают. Сам ты определяешь свои поступки. Или тобой кто-то двигает. И приняв это решение. Но если ты принял в сторону самостоятельности. То от чего зависит успех? От количества, ну и качества людей, с которыми ты смог договориться. Все. И я поставил для себя знак равенства. МЛМ и практическая психология. Во-первых, я понял, для чего я нужен людям, которые в МЛМ. А во-вторых, я понял, что этих людей, которые приняли это решение, можно и главное, нужно уважать. И мой огромный уже по времени опыт, да и ты знаешь количество общений и встреч, показалось, что я был прав. Потому что те, кто занимаются сетевым бизнесом, это люди совершенно с другим. Вот я бы сказал, с принципиально новым мышлением, с которыми очень интересно работать. Но я обещал сказать, а почему же тогда негатив? А тут гораздо все глубже, но я постараюсь ответить очень коротко и поверхностно. Скажите, вот никому же не приходит в голову? Все знают, и ты, и я, что врачи есть никудышные. Да, конечно, есть. Ну, это мы все знаем. Мы даже придумали фразу «отличный врач». Хотя, например, Жванецкий нас бы не поддержал. Он говорит, не бывает хорошей сметаны. Сметана либо сметана, либо не сметана. И врач, либо... Ну, мы как-то придумали. Это очень хороший врач. Ну, как это? Он врач, а все остальное не врач. Но при этом нам не приходит в голову говорить «все врачи – палачи». Нет, мы не обобщаем. Мы знаем, что есть отвратительные учителя. Конечно, знаем. Более того, которых надо гнать в шею. Но нам не приходит в голову рассказывать, что все учителя, особенно те, которые пишутся с большой буквы «умерзавцы», наоборот, мы говорим «это паршивая овца». А когда мы говорим о сетевом бизнесе и сталкивались с людьми, которые не умеют работать, которые неправильно работают, которые схватили сумки, даже не поняв, чем они занимаются, и начали ко всем приставать, нам очень хочется их, наш негативный опыт с ними встреч, перенести на всех. А почему нам это хочется? А я объясню. А это уже гораздо глубже. Потому что у нас... Мы сталкиваемся с сетевиками обычно двух... Обычный человек, который не в сетевом бизнесе. Двух крайностей. Либо вот эти неприятные люди, не умеющие работать, прилипалы, либо лидеры, которых мы видим со стороны. Ты никогда не обращал внимания, чем отличаются лидеры сетевого бизнеса от обычных людей? Знаешь, как я это называю? Да. Даже до отвращения позитивные, активные. Да, самое интересное, при этом спокойные, уравновешенные, без суеты. Аж бесит. Да. А я вот это и хотел тебе сказать. Слушай, ну если... У меня проблемы в жизни. У меня то, сё, сё. А тут я встречаю тебя. Я без юмора говорю. А у тебя улыбка на лице. Никаких этих морщин, волнения. Ты спокойно. Главное, знаешь, что больше всего бесит? Ты не поверишь. Ты благожелателен. Ты доброжелателен. Ты доброжелателен. Слушай, ты вот услышишь. Мы привыкли сейчас как? У тебя как дело? Отвратительное и начинает. А у меня ещё хуже. И стоят два вроде адекватных человека, которые друг другу доказывают, что каждый из них больше ничтожества, чем он. А с тобой поговоришь? Или с другими людьми, которые добились чего-то? Совершенно другое. Отлично всё. Я знаю, что отлично. Слушай, а почему тебе так хорошо? Не знаю, у меня всё нормально. Дома она – да. А в работе – да. А дети – нормально. Это же действительно бесит. И поэтому вот этот негатив, который есть, на мой взгляд, связан с двумя вещами. С одной стороны, действительно в этом во многом виноваты непрофессионалы, которые относятся к этой виду деятельности. В своё время была такая фраза, очень страшная. Идите к нам, здесь не нужно никакого образования. Она очень нехорошая. Имелось в виду, что не нужно специального диплома. Но люди-то начали думать, ах, образование не надо, да. Так ты чего, я должен учиться? Я не буду учиться. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. А в любой области непрофессионал. Хоть ты врач, хоть ты учитель. И сразу ты на виду. Ну и вторая проблема. Слишком много людей на сегодняшний день, как мы говорим, задавлены проблемами и так далее. И видят это решение не в том, чтобы поднять себя, а в том, чтобы опустить других. А лидеры сетевого бизнеса не опускаются. Их невозможно. Замазать грязи, к ним грязь не липнет. Причём это не громкие слова. Ну, невозможно. Вот поэтому я и подумал. Значит, что надо делать? Вот отвечаю на твой вопрос. Делать надо очень простую вещь. Чтобы, с одной стороны, если говорить о глобальной проблеме, МЛМ не вызывало ни у кого негатив. Надо поднять реально профессиональный уровень тех, кто этим занимается. И это в том числе, я считаю, как учителя моя задача. А второе, надо помочь людям преодолеть в себе вот этот внутренний негатив по отношению и к самому себе, и к окружающему миру. Ну, а откуда возникла тема МЛМ как профессия, отвечу. Вот я, допустим, преподаю в университете курсы. Обязательно есть такое понятие. Введение в профессию. Введение в профессию учителя, введение в профессию врача. Есть? Есть. А что там рассказывают в этих всех введениях? Там рассказывают, что это за профессия, для чего она предназначена, какое она место занимает в ряду других. Но никого не надо убеждать, из тех, кто поступил в мединститут, что медицина – это профессия. И в этом никого не уговаривают. Наоборот. Всем говорят как? Медицина, ну, она рядом с химией, с физикой, с физиологией. А когда люди попадают в сетевой бизнес, обращал ли ты внимание, на первых же презентациях говорят, что обычно? Говорят следующее. А это бизнес, ну, отлично. Вы не волнуйтесь, все у вас будет в порядке, не надо никаких специальных знаний. Вот. Главное к этому отнестись. Это очень хорошо. На первых порах это может быть дополнительный заработок, потом это будет... И вот это вот, знаешь, вот это вот... Проскладывание. Да, простыни по дивану. И вот я себе представляю, сижу я в этом случае и думаю, я такой уважаемый человек. Я пять лет учился в институте, потом я где-то еще работал. Ну, да, у меня денег нет. Да, зарплата низкая. Но я столько всего добился. А это? А это, ну, наверное, все, я отключился, образование не надо, учиться не надо, дополнительный заработок. Через какое-то время, естественно, это оказывается не так. Я вот так сажусь и говорю, да нет, тут никаких ни денег, ни перспектив. Ерунда все это. И самое ужасное, что я начинаю всем остальным рассказывать, что это ерунда. А в чем ошибка? Ошибка в том, что в отличие от тех, кто поступил в медицинский, в педагогический, или в политехнический, человек, который приходит в этот бизнес, должен получить внутреннее представление о том, что он пришел не в богадельню, не в какую-то странную организацию, и не в возможность немножко еще где-то подзаработать. Что то, чем он пришел заниматься, во-первых, профессия. Дальше. А раз профессия, то профессии надо учиться. Что успехи у тебя получатся не завтра и не в восемь часов вечера, а только тогда, когда ты освоишь профессию. Ну, нельзя стать к станку слесарному и не сделать брак, если тебя не научили им пользоваться. Если ты не научился, почему же ты не понимаешь, что здесь то же самое. Но ведь никому же не приходит в голову сомневаться, что слесарное дело – это профессия. А МЛМ? Ну, смотри, берем человека начинающего. Скажите, вот вы, кто по профессии? Вот так становится, говорит. Я инженер. Мы с вами собрались на встрече компании, на тренинге. Простите, кто вы по профессии? Инженер-электрик. Я третий раз задам вопрос. Кто вы по профессии? Он говорит, инженер-электрик, потом задумывается, говорит, ну, по профессии я не работаю. А кем вы работаете? Вот так смотрит на меня, говорит, не кем. Хорошо, вы сейчас пришли на тренинг. Вы, а, говорит, вы имеете в виду сетевой бизнес? Да. Ну, какая же это профессия? Чувствуешь? То есть, инженер-электрик – это профессия. Правда, неудачная. Правда, за это не платят. Правда, он по ней уже не работает 10 лет. Но он помнит, что это профессия. А здесь ему даже в голову не приходит. Ну, а теперь самое главное. Если ты то, что делаешь, не умеешь делать, успеха не будет? Нет. Это кролику понятно. Если подряд нескольких успехов нет. Это классика психологии. Я когда-то рассказывал, есть такой закон катал жуликов. Жулики на чем работают? Они дают тебе возможность подряд выиграть три раза. Почему? Первый раз, когда человек выигрывает, он думает, ну, это случайность. Второй раз, он говорит, ну, это закономерность. А третий раз, он думает, что он великий игрок. Вот когда он начинает в это верить, приходят профессиональные пацаны, они очень… Жулики знают психологию лучше, чем мы. И тебя обдирают, как липку. Обратная сторона. Человек неудачу совершил. Много ли после этого идут дальше? Половина. Две неудачи подряд. Идет очень небольшая часть дальше. Но три неудачи подряд. Косят практически все. А теперь смотрим. Вот прямую смотрим. Ты не умеешь делать. Ты не понял, что это. Тебе говорят, давай, иди, делай. Все будет хорошо. Ты взял, пошел, не зная что. Неудача. Ты немножко скис. Не ты, конечно, другой человек. Вторая неудача. Совсем опустились руки. Третья. И все, как в том истории с каталами. В первом случае случайная неудача. Во втором у тебя складывается впечатление закономерная неудача. А в третьем это я такой плохой. А здесь две стороны медали. Люди склонны. У них два варианта. Если у них заниженная самооценка, они начинают винить себя. Я такой никчемный, я такой неудачный. Я ничего не могу добиться. И ухожу из бизнеса. А если у них завышенная самооценка, то они начинают рассказывать. Страна плохая. Народ плохой. Ваша сетевая бизнес плохой. Ваша компания ужасная. А как вот этот называется? Спонсор отвратительный. Главное и в том, и в другом случае найти причину неудачи. А причина неудачи одна. Одна. Я просто убежден в этом. Причина вот в чем. Ты не понял, что это реальная профессия. А раз не понял, ты не перестал, не стал ею овладевать. А раз ты... Цепочка. А раз ты не стал ею овладевать, ты не можешь по определению добиться в ней успеха. А если ты не можешь добиться в ней успеха, то тех двух моментов, которые определяют смысл жизни, любое дело определяется двумя критериями. Любое. Четко говорю, как закон. От любого дела, которым ты занят в своей жизни, ты должен одновременно получать два вида дивидендов. Первое, и это самое главное, удовольствие от самого процесса. Я потрясен. Мы разговаривали с лидером мира номер один, лидером России номер один Владимиром Полежаевым. И он мне буквально вчера сказал такую фразу. Говорит, один из крупных лидеров другой сетевой индустрии пришел ко мне и говорит, вы же добились самых великих успехов. Ну, безусловно. Я думаю, все знают, о каком я говорю. Это флагман, это номер один. Да. А почему вы, говорит, ездите? Вы же уже не юноша. По всем городам вы выступаете, вы общаетесь. Он говорит, а почему нет? Ну, как же, мы же всем говорим. Вначале в сетевом бизнесе надо немножко поработать, а потом перестать работать. И Владимир улыбнулся, и потом мне говорит, а что я должен был ему ответить? Что это стало с моим... Это самое интересное в моей жизни. Что у меня нету даже желания от этого отдыхать, что я получаю кайф. Я получаю кайф от того, что общаюсь с людьми. Я получаю кайф от того, что люди, с которыми я общаюсь, сказал Володя, у них глаза светлеют. Они поднимаются, они приезжают на маршрутках, а на следующую встречу приезжают на «Жигулях», а на следующую встречу приезжают на «Иномарках». И я вижу, что это моя работа. Я получаю от этого кайф. Как я ему могу это объяснить? У него в глазах доллары, доллары, доллары. И тут же вопрос. Итак, первое условие – получи удовольствие, а второе – получи знаки денежные для своей семьи и себя. И это два совершенно неразрывных условия. Потому что есть люди, которые всем рассказывают, я занимаюсь своей работой, она мне нравится, у тебя денег хватает. Не важно. Подожди, как не важно? Не важно. Одну минуточку. Я обожаю этот диалог. Ну, я учитель, я люблю учить детей. Отлично. А зарплата? Не важно. Ну, я про себя. Все это не важно, как ты учишь детей. Тебе нужно читать книги постоянно. Книги стоят очень дорого. Тебе нужно постоянно следить за компьютерными программами. Они стоят дорого. Ну, в конце концов, тебе надо выехать из этого местечка и посмотреть мир. Ты учитель. Нет. А учитель, который не знает, что ему, книжку купить или яблочко своему ребенку, он только декларирует. Ну, и второе, второй. Я зарабатываю деньги, у меня бизнес. Глаза бы моего не видели, ненавижу его. Он счастлив. Нужно строго читать. Да, даже в откровенную говорит. Да иногда это люди, которые мне говорят, сил уже нет, достали эти проверки, эти наезды, эти все. Не могу. Я говорю, а что ж ты этим занят? Он говорит, слышишь, надо же поддерживать уровень жизни, там деньги. Это два несчастных человека на двух полюсах. Потому что идеальное, это когда ты и делаешь то, что тебе нравится, и деньги с этого получаешь. И в свое время я прямо в аудиторию задал вопрос. Я говорю, вот ребята, скажите мне, пожалуйста, у вас есть сегодня реальная возможность иметь те количество денег? Цифра не определяется, которая вам нужна. Вот сегодня у вас есть задачи, вам нужны деньги. У вас есть такая возможность. И все начали кидать варианты, где взять деньги. От самых экзотических, мы будем выращивать страусов в Архангельске, ну посмеялись насчет страусов, ладно. До весьма земных, я пойду в банк положу и буду сидеть ждать. Ну, я, в общем, для взрослых людей рисую эту картину. Был такой человек с носом, помните все в этом колпачке полосатом, он тоже закопал. Так он же в землю, а вы разницу чувствуете? А в Советском Союзе был самый надежный Сбербанк СССР и, ну, продолжите без меня. Я в недвижимость? Ну, вложи в недвижимость. Если бы ты знал степень амортизации здания, в которое ты вложил, ты бы понял, что сдавая недвижимость, ты все равно теряешь деньги. И когда исчерпываются варианты, кто-то доходит до того, будем грабить банки. Ну, тут я уже вообще говорю, пожалуйста, это, в общем, если ты это умеешь, но зато тебе жилплощадь государственная будет обеспечена до конца дней. И вот они все сидят на меня смотрят. Я говорю, вы знаете, а давайте теперь поступим иначе. Мне не надо рассказывать, что сетевой бизнес – это хорошо. Не надо. Ну, я не хочу этого слышать. Я просто сейчас на доске напишу, вспомню знаменитую фразу Черчилля, который сказал, демократия, я не цитирую, пересказываю, это жуткий способ организации государства. Он ужасный, мне неприятный. А дальше он сделал паузу, улыбнулся и сказал, но лучшего на сегодняшний день не придумали. Черчилля уже давно нет, а лучшего действительно не придумали. Я пишу на доске и говорю, вот МЛМ, вот все, что мы говорили негативное. Здесь нет? Нет. Нет, здесь нет вот этих наездов. Ну, это дальше все понятно. А говорю, даже если я сейчас скажу, что я к этому отношусь плохо, а другой вариант есть? Нет. Так может быть, если на сегодняшний день, в 21 веке, в 20 году нет другого, не будем обсуждать негативные, позитивные стороны. А освоим и начнем получать. Сразу можно получать деньги? Это вечный вопрос, который мне задают. Нет, конечно. Неужели вы этого не понимаете? А быстро. А это уже зависит не от системы, а от вас. А сразу можно получать удовольствие? Да нет, конечно. Удовольствие человек начинает получать только, когда у него получилось. Ну, вспомните, мужики, себя. Элементарно. Надо сделать табуретку. Ты будешь с этими рубанками и молотками бить по пальцу, ненавидеть эти табуретки и через силу заставлять себя делать. Но как только ты сделаешь один раз табуретку, и твоя жена придет и скажет, какая табуретка милая, ой, какая прелесть, я на ней посижу. В этот момент любой мужик что делает? Качает мышцы и говорит, что-нибудь еще надо сделать. Может, в полочке попребывать, давай, у него уже не заберешь молоток. Самый лучший допинг – это успех. Цепочку рисуем. Опять, ну, не могу. Вот эти цепочки для меня. Успех – рисуем цепочку обратно. В каком случае успех? Когда знаю, умею, могу. Отлично. Когда знаю, умею, могу. Когда научился, попробовал, смог и узнал. Когда научился, попробовал, смог и узнал. Когда осознал, что этому надо учиться, надо пробовать и осознавать. Стоп. А вот здесь с этого поподробнее. С чего начинаем? Начинаем изучать сетевой бизнес как профессию. Почему этим занимаюсь я? Возвращаемся к началу нашего диалога. Потому что я глубоко убежден, что MLM – это и есть практическая психология. Вадим, так вы специалист по MLM? Нет, конечно. Более того, Эдуард, я без красного словца говорю. Нет. Так вы учите MLM? Нет. Я никогда в жизни не учил никого сетевому бизнесу. Во-первых. Так мне нравится. Я никогда им не занимался. Я в нем не преуспел. А поэтому не преуспел. Как я могу, извините, его учить? А чему же вы учите? Психологии. Вы хотите научиться психологии? Ко мне. Вы хотите научиться сетевому бизнесу? К Эдуарду Васильеву. А почему к Эдуарду Васильеву? Давай без всякого. Не потому, что ты сидишь напротив меня. Объективно. Он добился уже. Условно говоря, большой вершины. Вершин много. Я не говорю последний. Он осознал, как он добился. И он может научить тебя, как добиться не меньше, чем он вершины. Все к нему. Но он профессионал, Эдуард Васильев, в МЛМ. Он учит МЛМ. Я профессионал в психологии. Все. Вот и ответ на твой вопрос. Поэтому мы запускаем курс МЛМ как профессия. Вот тут вопрос следующий. Да. Онлайн технологии, мы должны их использовать все-таки. Когда я помню, первый раз был на твоем тренинге. У меня тогда была мысль, как? Тебя же невозможно клонировать. Да. То есть отвезти там. Да. Ну, давай будем откровенны. Не, не. Я не овечка доли. Да. Так что вот сейчас мы запускаем с тобой онлайн курсы МЛМ как профессия. Скажи, пожалуйста, можно ли вот этому тренингу научиться онлайн? Он же был оффлайн формат. Да. Он и продолжается. Да, и продолжается. Я сейчас скажу вещь достаточно нелогичную с точки зрения промоушен. И тем не менее мне очень важно, чтобы меня услышали. Или как говорит опять же Владимир, я понятно объясню. Однозначно, даже не обсуждается, любая работа оффлайн, я об этом говорю уже с крупными лидерами, намного эффективнее, чем любая работа онлайн. Это очень длинный разговор, но я позволю себе буквально несколько минут более серьезных. Когда началась эта волна, гигантская волна, все идем онлайн, все идем в сеть и будем в сети. Сейчас уже все, даже маркер такой, если ты не в сети, ты отживший. Ты этот, птеродактиль, археоптерикс или динозавр. И все те, кто преуспели в МЛМ, а я же очень многих лидеров знаю, ты знаешь, разделились на два лагеря. Одни шашкой наперевес, все, забыли оффлайн, бежим в сеть. Вторые, сеть не принимаем, в сетях не регистрируемся, будем работать оффлайн. Аргументы у каждого были свои. Первые говорили, 21 век на дворе, вы что? Только охватим огромную часть. Вторые говорили, нет, сетевой бизнес это бизнес отношений, глаза в глаза, лицо в лицо, в конце концов, запахи в запахе. Так вот, это тоже фраза была интересная, но она правильная. И я криком кричал, я говорю, ребята, вот любые крайности это глупость. Потому что, да, действительно, я приводил пример исторический. Есть две формы опроса. Интервью, вот которое сейчас у нас, и анкетирование. Я своим студентам объяснял. Анкетирование имеет один плюс. Ты можешь охватить 100 тысяч, миллион. Но имеет главный минус. Тебе надо так придумать вопрос, чтобы ты на него получил объективный ответ, а это невозможно. В любом случае, кто-то поймет, кто-то нет. А ты не можешь рядом с каждой анкетой стоять. Интервьюирование имеет гигантский плюс. Задавая вопрос человеку, ты можешь, видя, с кем ты говоришь, менять форму вопроса. Но 100 тысяч ты не проинтервьюируешь. Ну, 100 человек. Выбирай, что тебе важнее. То же и то, и другое. Поэтому, ребята, оффлайн остается. Без оффлайна нельзя. Надо проводить личные встречи, работать личной энергетикой. Надо, чтобы люди видели твое выражение лица, твою энергию. Иначе невозможно. Оставь оффлайн. Оставь встречи оффлайн. Оставь семинары. Оставь домашние чаепития, кружки. Все остается. Но не бросай же ты онлайн. Онлайн – это всего лишь навсего инструмент. Вадим, у вас тренинг в Минске? Да. А я живу в Челябинске. Я не могу до Минска долететь. Как мне быть? Вадим, мы живем на Дальнем Востоке. А вы вот здесь, в этой европейской части. Поэтому, давай по поводу тренинга МЛМ как профессия. Если есть возможность собраться в зале и проработать, или как сейчас принято, я это слово не очень люблю, прокачаться. Оно сейчас везде во всех рекламах. Два дня живьем, друг с другом, с тренером, с этой темой. Да, это здорово. Это эффективно. Не обсуждаем. Но если такой возможности нет, если люди, которые участвуют, находятся действительно… Ну, как собрать людей из Калининграда и из Владивостока? А лидеров – да. Лидеры вот сейчас, здесь, на этом мероприятии, лидеры из Калининграда и из Урала, пожалуйста. А большую массу нет. Тогда мы работаем онлайн. Я понимаю разницу? Как, конечно? Что я делаю для этого? Ну, во-первых, я понимаю, что когда работаешь онлайн, ты работаешь не с аудиторией, а с конкретным человеком. Значит, я немножко по-другому строю курс. Во-первых, он мне подряд идет, как два дня, а он разбит на примерно, на 6, ну, как примерно, точно, на 6 вебинаров, каждый из которых очень емкий, он идет 100 минут. То есть, полтора часа плюс задание. Второе. После каждого занятия человек получает задание. И хочет он этого или не хочет, чтобы дальше второе занятие для него пошло не впустую, ему нужно выполнить задание учителя. Но мы не в школе. Заниматься проверкой, кто сделал, кто не сделал, мы взрослые люди. Но я построил эти задания так, что если ты его не сделаешь, да, все будет хорошо, но тебе будет не так комфортно. Третье. Онлайн проблема только одна. Я думаю, ты ее знаешь хорошо. Когда ты человека видишь в аудитории, вот он твой. А когда ты работаешь на экране, а он в это время ходит, извините, курит, варит борщ, что-то еще, по телефону разговаривает, ну, или в туалете сидит. То ты как бы работаешь впустую. Значит, онлайн надо строить на том, чтобы держать внимание человека все эти сто минут. Ну, здесь я позволю себе, знаешь, так расправить плечи и сказать, а это уже дело профессионального психолога, конечно. Поэтому онлайн-курс имеет свои особенности. Он не повторяет, нет, по задачам повторяет, по насыщенности, да, конечно, даже может быть превосходит, но по форме подачи отличается, конечно, от тренинговой аудитории, безусловно. Так же, как онлайн-встреча, те, кто уже проводил, от оффлайн, ну, сами. Вот вы собрали пять человек в комнате за чаем и сидите душевно, общаетесь. А если вы проводите то же самое на 500 человек в Фейсбуке или в Инстаграм, ну, это совсем другое. Вы можете даже чашку чая держать, от этого запах чая не появится. Хотя говорят, что скоро уже мы в соцсетях будут и запахи, и прикосновения. Я вот думаю, если так уже совсем далеко пойдет, сейчас же уже все пишут об этом, и секс будет онлайн. Господи упаси. Ниже, посмотрите, в описании есть контакты Вадима, мои контакты, и мы скоро объявим о официальном старте MLM-курса. MLM как профессия, точнее. Вадим, у меня вообще есть идея сделать это систематично раз в год. Для своей организации именно онлайн. Помимо того, что наши партнеры, которые уже начали с тобой сотрудничать, да, то есть приглашать тебя будут в свои регионы, в свои города. Вообще, я считаю, что у тебя две темы есть хорошие. То есть я, конечно, туда пока мы не будем уходить, я думаю, мы с тобой проведем еще интервью на тему семья и бизнес. Потому что и семья, и бизнес. Вот только зацепись за это тему. Да, да, да. Это все. Это мы сейчас, я не буду. Я понял. Даже не давай пока... У меня завершающий вопрос. Я хочу, чтобы он был и как пожеланием. Вопрос следующий. Для кого важен курс MLM как профессия? В первую очередь он важен для тех людей, которые для себя, и это откровенно, не надо только об этом говорить, я такой. В душе у себя пусть пороются. Для тех, кто еще не определился с кем он. Не определился, будет он этим заниматься или нет. Его это или нет? Нужно оно ему или нет? Вот вы знаете, именно эти люди в первую очередь должны прийти для того, чтобы принять в процессе курса решение. Объясню. Человек, который принял решение, это здоровый человек. Человек, который находится в стадии принятия решения, это болеющий человек. Я хочу, чтобы все были здоровы. Вторая категория – это те, кто себя называет начинающими. У меня слово начинающий вызывает идиосинкразию. В свое время к Самуилу Яковлевичу Маршаку пришел молодой поэт и начал просить, показал свои стихи, начал просить снисхождение. Я же начинающий. И Маршак разразился эпиграммой немедленной. К чему о молодости лет ты сообщаешь публике читающей? Коль ты еще не начал, не поэт. А если начал, то не начинающий. И вот люди, которые себя называют 3, 6, 9 процентов, часто говорят, вы знаете, я на тренинг, я говорю, вот ваши успехи. У меня нету, я начинающий, у меня 6 процентов. Я говорю, давно вымыл им? Два года. Да какая разница, если у тебя 6 процентов за два дня, я понимаю. А если за два года, почему ты называешь это начинающим? У тебя не тормоз, а у тебя барьер, который ты вырастил сам перед собой. И бьешься об него, приди ко мне. Мы с тобой поговорим, как убрать барьер. Поэтому вторая категория, это те люди, которые думают, что они приняли решение, которые начали работать, но хода нет. Нет того быстрого старта, нет быстрых достижений. И третья категория, которых я жду с огромным удовольствием. Это те, кто, ну давай руку на сердце положим, которые считают, что они уже очень крутые лидеры. А обычно крутяк начинается с золотого директора. Почему-то люди, которые добились уровня золотого, нет, я уважаю. Я понимаю, что это стоило труда. Но, к сожалению, мои наблюдения. Я уже золотой директор. И все, рост прекращен. Мне достаточно. Он говорит, тут же опускается планка, накрывается. Вот так вот. И говорит, все, все, все. Я же уже золотой. Ну, во-первых, как только ты говоришь «я уже», ты падаешь. Это не эзотерика, это реальность. Никогда не говори «я уже». Говори «я еще». Я еще золотой директор. Вот сейчас я буду старшим золотым или сапфиром, но пока. Как «уже» это финал. Поэтому из того, что я сейчас сказал, получается, что мне нужны все. Просто работая с этой темой, одним я помогаю принять решение, вторым начать двигаться, перестать сидеть, а третьим, если они уже приняли решение и двигаются, я помогаю выстроить общение с теми. Ведь смотрите, основной принцип МЛМ – это дуплицирование. Мне очень часто говорят, Вадим, слышал, как лидер проводил занятия просто твоими словами. Тебя это не смущает? Я говорю, Адмирочку, мой ученик повторял слова учителя. Браво, я поклонюсь. Так я ради этого работаю. То есть, чтобы у них был инструмент работы с теми, кто еще не принял решение, или с теми, у кого барьер. Вот я ответил на твой вопрос. Круто, круто. Спасибо, Вадим. Спасибо тебе, что меня пригласил на это интервью. Да, до встречи на курсе. С удовольствием. Да, спасибо. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.